Итак, здравствуйте! Наш проект посвящается исследованию плоских виртуальных узлов и представлению плоских виртуальных коз. Сейчас я хочу очень коротко рассказать вам о том, чем мы собираемся заниматься в ходе воркшопа. Ну и сначала я расскажу, что такое коза. Итак, давайте отметим на прямой несколько точек. Вот, например, пять точек. И на параллельной ей прямой отметим столько же точек. Снова пять точек. Теперь соединим каждую из верхних точек с некоторой нижней точкой при помощи нити. Ну вот, примерно такой конфигурации. И вот полученная конфигурация из запутанных между собой нитей называется косой. В данном случае это коса на пяти нитях. Ну, я думаю, многие из вас сталкивались с такими объектами. Их можно встретить в прическах у людей с длинными волосами. Но что более интересно, объекты подобного рода, они встречаются во многих науках, играют там важную роль, и поэтому с ними нужно как-то уметь работать. А вообще говоря, вот сейчас непонятно, как с ней работать, потому что это просто картинка, и непонятно, за что ухватиться. Ну и вот один из возможных подходов к работе с косами – это построение некоторых отображений из множества кос, которые являются картинками, и непонятно, как с ними работать. Множество каких-то понятных объектов. Например, множество матриц, с которыми многие из вас сталкивались на первых курсах университета. Ну и вот вся мистика, вся загадка работы с косами состоит в построении таких вот отображений специального вида и изучении их свойств. Что же мы будем делать в нашем проекте? Мы будем изучать некоторые обобщения кос, в частности, плоские виртуальные косы. Я не буду говорить, что это такое, но это очень похоже на косы и выглядит вот так. И для этих объектов мы будем строить или пытаться строить хорошее отображение в множество понятных объектов, например, множество матриц. Ну и впоследствии, я надеюсь, мы сможем применить наши результаты в теории узлов. Но об этом подробнее во время воркшопа.